Доброго времени суток интернет, с вами Серж, и позвольте вас прежде всего поздравить еще раз с Новым Годом наступившим, пожелать всего самого наилучшего. Как видите, я все-таки вырвался из объятий оливьешной комы и готов снова вернуться на YouTube деятельность, и решил, почему бы не начать год с какого-то полезного видео, который придется по душе, особенно тем, кто любит ретро-тематику, кто любит эмуляцию и, соответственно, PlayStation 1, потому что поговорим мы обо всем этом. Прежде всего, давайте разъясним, чем этот гайд будет полезен и что в нем будет сказано то, чего не было сказано во всех остальных гайдах для меня, во всяком случае большинства. Большинство людей использует эмулятор EPSXE, который на самом деле один из самых ранних эмуляторов, которым пользуются все люди, все про него знают, слышат. Самый популярный, наверное, эмулятор PlayStation 1, но вместе с тем, что он является одним из самых старых эмуляторов, идет такая проблема, что он все свои несовершенства сохранил, можно так сказать, потому что работает он во многом, как и эмулятор PlayStation 2 на костылях. И для него есть, у него есть, точнее, много всяких недостатков, которые очень трудно исправить, даже используя плагины. Для этого нужно скачать какие-то альтернативные ветки эмуляторов, допиленные другими людьми. В общем, очень много проблем с этим. И вот за основу возьмем, для чего мы используем эмуляторы вообще как таковые. Для того, чтобы улучшить и удобно играть в старые игры на современном экране, мониторе или телевизоре, или что каждый использует. И проблема и PSXE в том, что у него есть всякие режимы улучшения изображения, и действительно можно обскейлить, как в большинстве эмуляторов, картинку, выставлять более высокие разрешения, фильтры. Но, скажите, не надоело ли вам, что игры выглядят вот примерно так, как сейчас на экране? Вечно трясутся эти текстуры. Все мы знаем, что, ну, большинство из нас знает, что на PS1 такая проблема, это на уровне железа, потому что там отсутствует Z-баффер так называемый. Он только умеет правильно считывать координатные оси X и Y, а координатные оси Z у него аппаратного обеспечения нет. Поэтому многие игры имеют такой эффект дрожения и накладывания текстуры на другую. Но это если вкратце говорить про это все. И когда мы обскейлим такую картинку до Full HD или выше, это очень сильно бросается в глаза, и это очень сильно меня лично раздражает. Это одна из проблем. Вторая проблема в том, что картинки за счет вот всех этих фильтров, которые накладывает IPS XE, он, ну, перестает выглядеть, как игра от PlayStation 1. Все становится чересчур каким-то размытым, цвета какие-то блеклые что ли. Текстуры сглаживаются просто, ну, до таких каких-то... Ну, конечно, оно выглядит неплохо сравнительно с оригиналом, но вот душа та самая PlayStation 1 пропадает. Конечно, вы можете убрать абсолютно все там улучшения экранов и оставить разрешение как есть, но тогда можно, ну, просто играть в оригинальную приставку PlayStation 1, которая стоит сейчас копейки. Поэтому я решил посмотреть, что по этой теме можно сделать. Я находил только фиксы в каких-то отдельных ветвях эмулятора и ставить его отдельно для игр, настраивать как-то, потому что там отсутствует куча других функций. Мне не хотелось. Поэтому я посмотрел, что альтернативного есть и PPS XE. И мой взор упал на довольно свежий эмулятор, который до сих пор как бы является еще не в версии 1.0, так сказать, то есть не коммерческая еще у него использования. Он находится что-то вроде в бета-состоянии. Но я вам могу сказать, что уже куда более хорошие результаты выдает эмулятор под названием DuckStation. и вы видите его сейчас на экране интерфейса, и вы уже видите, насколько это лучше старо-доброе EPS XE, в том плане, что так как он разрабатывался сравнительно недавно, у него уже есть все те функции, которые современный эмулятор должен иметь. Например, список игр, нормальное удобное менюшка и различные интуитивные настройки, изображение без всяких хаков. Главное, что он не работает на костылях, как EPS XE. И при этом выглядит очень здоровски. Игры выглядят порядком лучше, чем на родном железе, но при этом они не утрачивают вот той фишки оригинальной PlayStation 1 тайтлов и выглядят похожими на себя. Конечно, не без изъянов. То есть вот этот вот воблинг, эффект вот этого дребезжания текстур, он не полностью убирается, поэтому те, кто считает это эталоном души, например, PlayStation 1, но в принципе частично это остается, но не в таких зашкварных прям количествах, как это на эмуляторе EPS XE. И что еще я заметил, это что EPS XE имеет все-таки преимущество над ним в плане изображения FMV-сцен. Как вы видите, FMV-шки все-таки выглядят лучше, имеют куда-то лучшую фильтрацию, идут как-то на весь экран, ну и вообще качество лучше. Вот тут технологию, конечно, допилили лучше. Поэтому будем надеяться, что DuckStation не будет отставать. Но зато DuckStation для меня куда более стабильен во всем отношении. То есть геймплей идет куда лучше, input lag, по-моему, поменьше. Например, вот заметьте, что в Metal Gear Solid катсцены там немножко идут какие-то подтормаживания во время интро, в то время как на DuckStation все идет абсолютно просто идеально. И сейчас я вам просто быстренько проведу по настройкам, которые я себе установил, чтобы изображение выглядело как есть, и кратко опишу, что за что отвечает в мерах своей возможности и знания самого. Тут общие настройки — это системные. То есть здесь ничего такого нету, чтобы влияло. Единственное, что вот по настройкам контроллера вы выбираете либо x-input, либо d-input, который является direct-input. В зависимости от вашего геймпада, в зависимости от того, что вы используете. Я использую DualShock 4, который эмулируется программой DS4 Windows, вот такой вот программой, и она позволяет эмулировать геймпад Xbox 360, что, собственно, позволяет играм понимать его как джойстик именно Xbox, потому что большинство игр имеет именно такую оптимизацию. Поэтому здесь можете выставить, в принципе, все как есть. Дальше — BIOS. BIOS, если вы смотрели мой ролик по PlayStation 2, тут абсолютно та же ситуация. Я не могу и не буду оставлять вам ссылки на BIOS, поэтому ищите на вашем любимом трекере раздачу любую с тем же EPSXE, как у меня здесь путь к BIOS ведется в папку с EPSXE, и там будут включены все BIOS, которые вам нужны. И он их автоматически определяет. Даже не нужно ничего выбирать и менять. То есть эмулятор сам прекрасно справляется с этим. То же самое касательно консольных настроек. Очень хорошо, что регион оставляете на AutoDetect, то есть он сам будет перемещаться в нужный вам регион в зависимости от образа, который у вас стоит. CPU Emulation у меня стоит Recompiler Fastest. Особой разницы тут не играет. Можете покупаться, но это самая быстрая настройка, поэтому можете попробовать Interpreter, и если у вас подтормаживают, вернитесь на Recompiler. Я оставил как есть, никаких проблем не возникло. CPU Clock Speed Control – это, собственно, опция, которая отвечает за разгон процессора PlayStation 1. То есть, например, если в каких-то играх они плохо идут, скорость у них нативна, то есть на самой PlayStation 1, у них там тормоза, они идут в 20 FPS. Если вы будете играться с этой фичей, ускорять там на 120, на 150, на 200%, то, возможно, фреймрейт вырастет. Но нестабильность. Нестабильность – это значит, что, скорее всего, будут какие-то баги, может даже вылеты, может даже игра крашится. То есть, ну, игры подстроены под конкретную работоспособность железа, и не все будут восприимчивы к разгону, что, собственно, касается и обычных игр на том же ПК и на другом железе. Здесь оставляем все включенное. Далее. Game List Settings. Здесь мы выбираем просто нашу папку, в которой хранятся наши PlayStation 1 игры. И, как видите, вот здесь они у вас все будут показаны. Можно еще как-то настроить, чтобы он выводил картинку с изображением, но я особо не копался в этом, мне это особо не играет значение. Я ставил так, мне так вполне себе удобно. Далее. Горячие клавиши само за собой отвечают, то есть ускорение, фуллскрин, пауза, там читы включить-выключать, выключить консоль саму, скриншот сохранить, то же самое. Там рендеры менять. Я с этим тоже не баловался, я оставил все как есть. Если вам удобно поставить какую-то другую клавишу, пожалуйста. Тут у нас настройки джойстика самого. В ролике про PlayStation 2 эмулятор, многие мне писали, что я не разобрался как с управлением. В принципе, что там, что здесь одинаковая, более-менее теория. Я на это не заострял внимание, потому что я действительно думал, что это само за себя говорит и очень легко настроит. Но, видимо, люди хотят более гайдов, которые углубляются в суть дела. Поэтому, собственно, что мы здесь делаем? Вот у нас порт 1, порт 2. То есть это отвечающий за игрока номер 1 и игрока 2. Допустим, вы любите играть со своими друзьями, подключили два джойстика, и вот вы выбираете. Это для первого игрока, это для второго. У меня только один стоит. Контроллер тайп. Это выбираем, какое именно мы хотим управление внедрить в нашу эмуляционную PlayStation 1, потому что на PlayStation 1 выходили совершенно разные джойстики. Например, Digital контроллер. Это вроде бы контроллер без стиков, самый первый от PlayStation 1. Аналог, DualShock, соответственно, с джойстиками. И тут есть мышь, пистолет и так далее. То есть в зависимости от игры можете настроить. У меня стоит DualShock. Далее все очень просто. Помните, что здесь вот мы забиндили вот тот джойстик, который стоит у нас. У меня это X-Input, так как я эмулирую джойстик Xbox 360. Поэтому что я делаю? Я просто вот, допустим, здесь кнопки, которые на джойстике PlayStation 1 эмулируем вам. Допустим, Up, это стрелочка вверх. Select, Start, треугольник, крестик, нолик. Это все понятно. Мы просто нажимаем это и нажимаем кнопку джойстика, который за это будет отвечать. То же самое работает с клавиатурой. Допустим, вместо кнопки вверх на джойстике вы там нажимаете W, чтобы было В наверх. То есть оно работает вот так вот. Тут оставляем все как есть. Далее карточка памяти у нас, где хранится путь к нашим сейвам. Ничего особого я не менял. И вот здесь вот уже начинается более такое интересное. Прежде всего, рендер выбираем. Я рекомендую выбирать рендерер D3D11. Конечно, все зависит от вашей видеокарты. У вас тут могут быть другие варианты. Например, D310 или D9. Короче, все зависит от того, какая у вас видеокарта стоит. У меня, как вы видите, GTX 1070. Я ставлю D3D11. Вулкан здесь пока что фича экспериментальная. В том плане, что она еще не до конца у них доработала, поэтому пока что не рекомендуется ее использовать. Есть еще режим софтварный. Тот же принцип, что есть PlayStation 2 эмуляции. Если у вас какие-то баги, что очень должно редко происходить на PlayStation 1, потому что эмуляция PlayStation 1 в разы проще, чем PlayStation 2. В принципе, используйте D3D11, потому что это позволяет вам улучшать разрешение и прочие фичи графического плана на вороты делать. В то время как софтварный, он просто эмулируется с помощью процессора и не может никаких улучшений делать. То есть, у вас выдается чистейшая картинка того, как выглядела PlayStation 1 с тем же разрешением, с той же графикой настройки и никаких улучшений нельзя сделать, как я уже и сказал. Вот, V-Sync я включаю. Можете его отключить, если у вас большой input lag, потому что input lag все-таки на эмуляторе чувствуется побольше, чем на самой консоли оригинальной. Аспект ratio. Я думаю, все практически, 99% игр идут в аспекте 4 к 3, а не 16 на 9, как мы привыкли, потому что старые телеки, все понятно. В принципе, вы можете поставить 16 на 9 и ставить какие-то там патчи, которые там, white screen hack'и, да, так называемые, которые бы позволяли расширять границы экрана игры. Но я считаю, что это не нужно. Не для PlayStation 1. Игры были заделаны под 4 к 3, я их такими оставляю. Кроп — это, собственно, опять-таки, если вы ставите на 16 на 9, то он будет вам обрезать картинку, чтобы подогнать под оригинальный размер. Я оставляю, что это выключено. Downsampling disabled, потому что здесь вы можете, кстати, тоже поэкспериментировать. Тут они говорят, что рекомендуется для того, чтобы улучшить качество игр, которые совмещают в себе 2D и 3D элементы. Например, Final Fantasy VII, к примеру, да, там, или Resident Evil, в которых элементы 3D персонажей бегают по отрисованным 2D задникам. Тут можете поэкспериментировать, если вас не устраивают, как выглядят подобные игры. Здесь я все отключаю, вот это вот выключите, потому что когда я включал, вот включая вот эти вот настройки, не только эти, потом еще поговорю про отдельные, то у меня появлялись какие-то баги, какие-то зеленые полосы, что-то вот еще. Так что тут они опять-таки говорят, что это больше для двухмерных игр, но я рекомендую это отключить. Здесь по вашему вкусу, тут, то есть, сообщение самого эмулятора, например, что игра там загрузилась или сохранился, save state какой-то, показывать FPS, разрешение, скорость самой эмуляции, ну это, короче, для вашего тестинга, все ли вас устраивает по скорости и так далее. У меня это отключено, чтобы полностью погрузиться, так сказать, в ретро PlayStation 1 ностальгию. Ну да ладно. Далее, что мы смотрим? Enhancement settings. Это вот то, что если вы выберете здесь софтварный режим, по сути, здесь не должно ничего работать, потому что это вот для хардварного режима как раз-таки улучшение картинки. Что я здесь сделал? Прежде всего, внутреннее изображение игры и его разрешение я увеличил до 1440p. То есть, игры все равно будут показываться в 1080p как бы разрешении экрана, то есть, сам экран будет подгоняться под размер вашего монитора, но его внутреннее разрешение будет выше. И оно даунсэмплиться, и таким образом более сглаженные углы и так далее. Multisample Anti-Aliasing. Это что-то вроде сглаживания, техника сглаживания, как FXAA. Я, в принципе, ее отключил, потому что делает немножко картинка размазанной. Я этого не люблю, тем более, что игры на PlayStation 1 никогда такими не выглядели. Мне кажется, вот этого значения, если у вас хорошая видеокарта, тут зависит все от вашей видеокарты, собственно. Вот этого значения вам более чем достаточно, чтобы сделать красивую сглаженную картинку. Texture Filtering ставим Nearest Neighbor. True Color Rendering делаем. Whitescreen Hack — это, опять-таки, если вы поставили здесь Aspect Ratio 16 на 9, то здесь мы можем включить Whitescreen Hack. Вроде бы оно как-то автоматически их ставит, но я особо не игрался с этим, а когда игрался, мне не очень понравилось, поэтому я все это отключил. Ну и, как я сказал, больше трушно играть в 4 на 3 аспекте на PlayStation 1, как по мне. Далее. Disable Interlacing — Force Progressive Render Scan. Тут все зависит. Очень мало количества игр на PlayStation 1 идет в 480i, то есть прогрессивный, точнее, Interlaced развертка, и там могут какие-то артефакты изображения из-за этого выводить. Точно не знаю список игр, но я знаю, что они есть, там вроде какой-то файтинг старый, имеет такой эффект дизеринг называется. Если вы это включите, то он будет их конвертировать из 480i в 480p, собственно, устраняя это. Мне это не нужно. Вот тут вот Force NTSC Timings для PAL-игр. Для тех, кто не знает, игры PAL-региона, это Европа зачастую, они шли на PlayStation 1 и зачастую более ранних консолей из-за другого стандарта телевизионного в низкой герцовке, 50 герц. То есть игры шли, можно сказать, медленнее, чем их аналоги для NTSC-региона, такого как Америка или Япония, например. Если вы запустите, например, европейскую версию Crash'a Bandicoot'a, после этого запустите, извините, американскую версию, вы увидите, насколько она быстрее идет. Поэтому, если у вас образы европейские, и они идут медленнее своих аналогов для США, вы просто ставите это, и оно будет форсировать тайминги и ускорять их. Не знаю, насколько багов тут может возникнуть из-за этого, но в принципе говорят, что работает нормально. Примерно на 17% будет быстрее. Но, опять-таки, смотрим от игры к игре. Если у вас какие-то проблемы со скоростью, какие-то там баги звуковые или визуальные или геймплейные появляются, попробуйте убрать эту галочку. Форс 4х3 for display, 24-бит дисплей убирает вайт-скрин для FMV-шек. Но, опять-таки, я, наверное, это выключил, потому что у меня все поставлено в 4х3, и я от этого не буду иметь никакого преимущества. Это, скорее всего, опять-таки, если вы ставите вайт-скрин хак, если вы ставите аспект ratio на 16х9, то можете включать вот это вот. Вот тут вот тоже нужно посмотреть. То есть это для FMV-шек. Вот тут я еще не потестил полностью. Здесь оно должно уменьшить количество пикселизации FMV-шек. Я, кстати, его включу, потом потэщу, если что, напишу в описании к видео, имеет ли оно какую-то разницу или нет. Но самое важное не это. Самое важное вот здесь вот все. Здесь, пожалуйста, поставьте все, как у меня. Потому что именно эти настройки отвечают за тот самый Z-buffer, и чтобы убрать дребезжание, то текстур, вот это вот все поставьте как здесь. В принципе, depth-buffer тоже можете попробовать, но когда я его включал, у меня было много визуальных багов. Поэтому его я выключил, а вот все вот это я оставил включенным, и я изображением более чем доволен. Вот это вот одно из самых главных улучшений этого эмулятора и его преимущества над EPSXE. Далее, постпроцессинг. Здесь можно просто добавить шейдеры, точно так же, как в EPSXE, то есть для каждой отдельной игры скачиваются шейдеры и добавляется сюда. Далее. Аудио настройки выставляем все здесь. Включаем синхронизацию. Да, то есть я здесь ничего не менял. И advanced settings это уже для разработчиков. Это вот те, кто любят дебаггинг, ковыряться со всем этим. Поэтому, да, в принципе, очень прост в настройке эмулятор. Главное вот это отметить, дисплейчик настроить, как вам удобно, и все запускается просто шикарно. Поэтому я надеюсь, что вам понравился данный ролик, был полезен. Играйте в хорошие игры. PlayStation 1 имеет огромное их количество. Если есть какие-то вопросы или замечания, пишите, пожалуйста, в комментарии, размажите кнопку подписки, если хотите поддержать канал. И мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.